Наступило время летних каникул, период, когда школьники и студенты стремятся не только отдохнуть, но и подработать. В этом выпуске расскажем, где и как несовершеннолетнему можно будет заработать во время каникул и что нужно знать, чтобы ребенка не обманули. Найти работу, будучи студентом, задача не из легких. Ситуация на рынке труда такова, что работодатели не заинтересованы в найме недипломированного специалиста. Однако выход в такой ситуации все же есть. Государством реализуются различные программы для поддержки молодежи, а студенты могут участвовать в международных программах. Итак, для начала, что нужно знать, устраивая ребенка на работу? Права несовершеннолетних, так же, как и права взрослых работников, регулируют Трудовой кодекс нашей страны. На основании статьи 25 Трудового кодекса Казахстана не допускается возрастная дискриминация несовершеннолетних при заключении с ними трудового договора. Иначе работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Законодательство разрешает работать несовершеннолетней молодежи с 16 лет, но с письменного разрешения родителей. Трудовой договор за ребенка подписывает взрослый представитель будущего работника. Регулирует Трудовой кодекс и продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Она не должна превышать определенное количество часов в неделю. При этом длительность трудового дня зависит от возраста работника. Так, если несовершеннолетнему от 14 до 16 лет, то продолжительность его рабочей недели не должна превышать 24 часа. Если подростку от 16 до 18 лет, то 36 часов в неделю. Запрещается привлекать несовершеннолетнюю молодежь к работе в ночное время, к сверхурочной работе, работе при суммированном учете рабочего времени, направлять юных сотрудников в командировку и на работу, выполняемую вахтовым методом, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. Помимо этого, закон запрещает несовершеннолетним определенные виды деятельности. Например, подросткам нельзя заниматься тяжелой работой, связанной с постоянными передвижениями, перемещением и переноской вручную 10 килограммов и более. А также работа, требующая больших физических усилий с полной материальной ответственностью. Работа с вредными, опасными условиями труда, которые могут причинить вред здоровью ребенка, а также нравственному развитию несовершеннолетнего. Последние относятся к занятиям игровым бизнесом, работе в ночных развлекательных заведениях, производстве, перевозке и торговле алкогольной продукцией, табачными изделиями, психотропными веществами и прикурсорами. Одним из вариантов трудоустройства остается программа «Жасулель». Туда приглашают молодых людей в возрасте от 14 лет. «Жасулель» — это студенческие строительные и молодежные трудовые отряды. Программа предоставляет возможность школьникам и студентам на период летних каникул поработать по разным направлениям. Строительство, озеленение населенных пунктов, посадка деревьев, прополка, санитарная очистка лесов, водохранилищ, благоустройство своего города. Реализация программы и в целом работа студенческих отрядов курируются республиканскими штабами молодежных отрядов, открытыми в каждом регионе страны при управлениях по вопросам молодежной политики. Необходимые для трудоустройства документы. Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении ребенка. Копия удостоверения личности законного представителя ребенка, владельца счета. Справка о наличии счета с 20-значным номером. Документ, подтверждающий социальный статус. Если есть удостоверение о многодетной семье, справка об АСП. Заявление от ребенка и законного представителя. Важно знать, что график работы Жасл-Ель может быть 5 дней в неделю от 4 часов в день. Зарплата от 64 тысяч тенге. Еще одна возможность подзаработать для молодежи – это общественные работы. Их организуют центры занятости населения. Временная занятость не требует предварительной профессиональной подготовки работника и финансируется в пределах средств местного бюджета и средств работодателей по их заявкам. Право на участие в общественных работах имеют не только школьники и студенты, но также и безработные в возрасте до 35 лет. Напомню, в прошлом году в стране был увеличен возраст молодежи до 35 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова